Доброе утро! По форме заявки есть еще несколько дней. Думаю, станет больше. По географии лучше расскажет Антон. Откуда Антон? Со всей России. Практически с каждого угла. Мы говорим о том, что это масштабное событие, грандиозное. Будут ли на этих соревнованиях у нас фристайлеры с мировыми титулами, мировые чемпионы? Или для них это уже так, местечко? Будут. Конечно, будут. Представители российского фристайла, которые также становились чемпионами мира в разных дисциплинах. Это Анатолий Янчев, Тимур Алексеев, Антон Павлинов. О, это ты. Двукратный чемпион. Будешь выступать, да? Нужно было перечислить. Что? Будешь выступать. Да, да, в этом году я тоже собираюсь участвовать. Кроме тебя еще тюменские спортсмены есть какие-то? Есть, есть. Будут выступать ребята, мои коллеги, сокомальники. Они сильные, кстати? Вот как Тюмень на уровне фристайлеров? Ну, как мне сейчас сказать? Хорошо, тогда скажи, кто из высших бескромных может стать чемпионом и уже потом представлять на чемпионате мира в России? А из Тюмени кто сейчас может стать чемпионом? Да кто угодно, может быть, из Тюмени тоже. Вряд ли. Самых главных конкурентов, наверное, стоит назвать, да? Да, да, да. Самые главные конкуренты, мои, это спортсмены из Москвы и Екатеринбурга. Анатолий Янчев, Тимур Алексеев, Миша Иванов. Опять же, да, если мы говорим о судьях, то это отдельная команда. Там звездный состав. Да, там мировые рекорды ставили фристайлеры, да, в принципе, люди, ну, очень высокого ранга, профессионалы. Одним из трех судей будет популярнейший видеоблогер из Москвы, которого знают, наверное, любые, все школьники, которые интересуются футболом. Это Слава Черненко с канала «Живой футбол». Почему тебя не будут? Ну, потому что эти люди, ну, просто им, может быть, уже не так интересно соревноваться, или они в какой-то момент абстрагировались от каких-то спортивных достижений. То есть если они когда-то чего-то добивались, то было давненько, и сейчас они уже не так тренируются. А я еще в деле, я еще не готов списываться. Площадка очень классная. Вот давай теперь перейдем к зрителям, да, немножко уйдем. Для него что представлено? Он только останется таким пассивным зрителем, или для него будет проводиться мастер-класс, у него будет возможность пообщаться с фристайлерами, может быть, даже принять участие? Отдельная история по зрителям. Много внимания уделяем зрителям, чтобы они получили не просто соревнования, а действительно шоу, чтобы они зарядились эмоциями не потому, что они фанаты футбола, а просто потому, что они пришли и увидели хорошо подготовленную программу. Это создается новая культура такого досуга спортивного, чтобы люди ходили не потому, что у них ребенок тренируется, или в детстве они футбол смотрели, любили, а потому, что любое спортивное мероприятие в Тюмени будет проходить очень качественно. Можно поддержать? Я надеюсь, я не сплажу. Расскажи нам, какие дисциплины будут на чемпионате представлены. Хотел дополнить мысль. Дополни. На чемпионате будет супер крутая атмосфера, будет очень классная музыка, молодежная, динамичная. Будет специально приглашенный гость в полос вечера, МС, из Казани. Будут интересные судьи, которые покажут свое шоу отдельное. Вот, то есть, даже если вы не знакомы с фристайлами или не любите футбол, то это мероприятие, эта атмосфера шоу вам точно зайдет. Я так полагаю, что все фристайлеры приезжают со своими мячами. Да. Но мы предлагаем тебе пройти на нашу сцену и тем самым показать, какие варианты дисциплин и футбол. Ну, так мы небольшой ликбез устроим, глядя, при зрителе. Постерим. Показать. Пойдемте. Начнем с самой главной популярной дисциплины ловера. Это трюки, когда мы делаем стоя ногами. Вторая дисциплина – это аперы, что в переводе с английского – вверх. На верхней части тела. То есть голова, грудь, плечи. Шея. И третья дисциплина – ситтинги. В общем-то, понятно, что трюки, которые делаются сидя. Сидя. Ну, или лежа. Как-то так. А есть еще пани, да? Мы, насколько знаем, это не просто дисциплина, да? Это ведь еще и отдельный чемпионат в чемпионате. Да. Что это такое? Я вышел, потому что знаю, что там вдвоем надо что-то делать. Да, есть еще такое направление уличного футбола, как пана, по которому будет проводиться отдельный открытый турнир. А я что, сказал пани, да? Да. Я вообще не футболист. Да. Ну все, теперь будешь знать пана, где может принять участие любой желающий. Вот, это игра формата 1 на 1. Клетки, где нужно забить либо три головорота, либо с помощью финтов и своего чувства владения мячом. Прокидывать мяч между ног сопернику. Вот. Чувство у меня есть, но чувство владения мячом у меня не стопроцентное, конечно. Ну, хорошо. Можно попробовать, да? Давай, попробуем. Дима, давай! Ну, теперь я, дай мяч. Пожалуйста. Прокинуть, прокинуть, прокинуть. Ну, конечно, нет. Это очень хитрый вид спорта. Здесь нужно обманывать соперников, идти на уловки. Обманывать мячиком я пока не умею. Пойдем. У тебя все равно есть все шансы. Ну, ты меня, в общем-то, не удивил. Я этого ожидал. Так, ребят, ну, давайте так на закусочку еще раз напомним. Когда, где, во сколько платно-бесплатно? 3 ноября, суббота. 17.00 в легкоатлетическом манеже. Будем ждать вас. Вход свободный. Друзья, все на всероссийские соревнования по футбольному фрестайлу. Это будет круто. Круто. Субтитры сделал DimaTorzok